Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 3 ноября, предлагаю для рассмотрения пару с канадским долларом и нефтью марки Brent. Нефть все недавнее время снижалась, соответственно пара доллар США, канадский доллар аналогично росла, но вчера отметившись на уровне 36, нефть начала расти, дав сигнал на разворот и потянув за собой и канадский доллар. Итак, давайте посмотрим подробнее. Канадский доллар вырос, как и предполагалось, успешно отработав ожидаемые цели. После небольшой локальной коррекции к поддержке на 1.3137, лишь немного не дойдя до него, пара начала довольно стремительный рост, одним импульсом дойдя сначала до первой цели на 1.3264, а потом и до 1.3320. После чего движение еще немного продолжилось, протестировав отметку на 1.3377, где и было найдено сопротивление. Последующие попытки роста не увенчались успехом, что привело к такому же стремительному снижению пары. Структура этого нисходящего движения намекает на то, что восходящий импульс, скорее всего, был исчерпан и начавшееся снижение может быть продолжено. Ну и вот на актуальном графике в соответствии с новыми обстоятельствами теперь можно ожидать продолжение нисходящего тренда к новым локальным минимумам. Для этого паре необходимо закрепиться в нынешней области, не исключена попытка роста, пределы которого могут лежать в районе сопротивления на 1.3264. Ретест и отбой от этого уровня даст старт новому импульсу, который нацелится в область между 1.314 и 1.3075. Отмена данного сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.3320. Предполагаемое продолжение снижения в нефти марки Brent успешно состоялось. Сценарий полностью реализован, целевые уровни достигнуты. С момента последнего обзора цена попыталась скорректироваться, но не смогла достичь предельного уровня на 1.4212, поскольку была остановлена на уровне 1.42121. После чего последовало стремительное снижение сначала к первой целевой отметке на 1.3976, а затем на 1.3900. Импульс, однако, на этом не завершился, а продолжился значительно ниже, вплоть до отметки на 1.3600. Поскольку на пути цены располагалась серьезная поддержка на 1.3697, она попыталась ее пройти, но закрепиться не смогла, вернувшись выше. Судя по всему, данный уровень довольно сильный, а судя по последовавшему отскоку, можно предварительно судить о развороте вверх. На актуальном графике подтверждением этого намерения станет закрепление в текущей ценовой области с возможной попыткой продавцов возобновить снижение. Барьером в этом случае будет выступать поддержка на 1.3816, удержание выше которого подкрепит подтверждение при этом раскладе. Следует ожидать последующего отбоя от этой области, что нацелит котировки к новым локальным максимумам с ближайшей целью на 1.4212 и потенциальным проходом до 1.4299. Отмена текущего сценария состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 1.3697. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.